Студенты из Гвинеи, солдаты, священники, чиновники. В крещенскую купель окунулось около 20 тысяч свердловчан. Количество желающих смыть грехи с каждым годом только увеличивается. Поэтому и на подъезде к Шарташу пробки, у Иордании очереди. Острых ощущений любителям нырнуть в холодную воду добавил и лжеминер. Мария Новикова о празднике души и тела. Давайте на берег, на берег. Подальше от купели горожан прогоняют ради их же безопасности. Поступил звонок, что одна из прорубей на Шарташе заминирована. Якобы там бомба в пакете. Все это, как и предполагали полицейские, оказались в фантазии нетрезвого екатеринбуржца. Но места крещенского купания все же проверили. Желающие окунуться в ледяную воду тем временем мерзли на берегу. Вот мы только шли сюда, только приехали. И вот это сообщение, и все, и всех разогнали. Ну, беспредел, что ли, творят. Не знаю, на самом деле такой праздник. И зачем? Зачем людям портить вот это все? Порядок на Шарташе навели за полчаса. Настроение горожанам лжеминер не испортил. Скорее наоборот, добавил острых ощущений и бестовой экстремальной процедуре. В Израиле, где и зародился обряд крещения, условия для купания более чем комфортные. Температура воздуха и воды в реке Иордан плюс 16. В Екатеринбурге тоже 16 градусов, но со знаком минуса. Температура воды всего плюс один. Однако мороз не останавливает желающих окунуться в прорубь. Ведь крещенская вода, убеждены верующие, не только душу исцеляет, но очищает тело. Впрочем, мгновенный эффект отныряния был один. Нынче окунуться в святую воду решили 20 тысяч свердловчан. И хотя в этом году в области прорубили рекордное количество прорубей, им все равно выстраивались очереди. Для тех, кто любит сервис со всеми удобствами, оборудовали вип-купели с банями и шатрами. Остальные ныряльщики переодевались на свежем воздухе. Чтобы не случилось беды, везде рядом с Иорданями дежурили медики и спасатели. Основные сложности в работе не только сегодня – это обмерзание, оперил. То есть, когда люди начинают пытаться быстро выбраться из купели, есть возможность подскользнуться, получить какую-то травму. Купели в крещение пришли и многие уральские политики. Заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Высокинский так отмечает один из самых почитаемых православных праздников уже третий год. В этот раз пришел он к проруби вместе с сыном. Совершенно хорошее дело. И с точки зрения здоровья, и с точки зрения каких-то объединяющих начал, нам, наверное, сегодня нужны общие такие идеи. Окунуться в русский праздник с головой решили и студенты из Африки. Что такое температурный минус, гвинец Яйо узнал только в России. Прорубь нырнул ради любопытства. И сразу же пожалел. Массовым купанием не радовались разве что врачи. Они ежегодно предупреждают – не навреди себе. Без специальной подготовки ныря они опасны. Теперь медики с тревогой ждут другого испытания для верующих – великого поста. Мария Новикова, Иван Марунин. Новости 41-го канала.